Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу вам про очередного французского короля, и им будет Филипп Первый. Но вначале я повторю, зачем я это делаю. Во-первых, это интересно. Оцените красоту переплетений событий, судеб людей, которые живут в описываемое время. Также поймите, что все однажды уже было. Сейчас происходит много событий, люди путаются, не понимают. Но история это такая вещь, которая помогает нам разобраться в происходящем сейчас, оглядываясь назад. Люди были такие же, устремления были такие же. И во всем, что вас интересует в конве происходящего сейчас, в реальности, вы можете подчеркнуть для себя из истории Франции. Как одно из самых ярчайших стран, которое участвовало во всех, практически во всех событиях, всех времен, которые более или менее близки к нам. Итак, начнем. Филипп Первый родился в 1052 году в семье короля франков Генриха Первого и королевы Анны Русской. Он был первым франкским королем, носившим необычное для них греческое имя Филипп. И в этом, вероятно, немалую роль сыграла его мать Анна, дочь киевского князя Ярослава Мудрого. Русь всегда была очень тесно связана с Константинополем, так что Анна хорошо знала и греческий язык, и историю как своего государства, так и византии. Третья жена ее деда, князя Владимира Святого, крестителя Руси, была родной сестрой византийского императора Василия Второго Болгара Бойцы. Филипп родился, когда его отцу было уже 44 года, возраст немалый сейчас, а в те времена и подавно. А потому Генрих, едва сыну исполнилось 7 лет, поспешил короновать его в Ремсе, как когда-то делали прежние капитинги. Коронуя наследника при жизни, короли, чей трон еще не был достаточно прочен, так как многие вассалы были сильнее сюзерена, таким образом снимали вопросы пристала наследия заранее. Молодой король, конечно, не мог быть полноценным соправителем отца, но все же он был уже король. В случае с Генрихом Первым, как оказалось, такая предосторожность была вовсе не излишней, потому что уже через год, в 1060 году, король Генрих Первый умер в возрасте 52 лет. Как и почти все французские короли, до 60 он не дотянул. Филипп же стал королем в 8-летнем возрасте и, конечно, не мог еще сам управлять государством. Анна в 29 лет стала королевой матерью и разделила опеку над сыном с регентом, графом Фландрии Бадуэном Пятым. Он был женат на родной сестре Генриха Первого, Адели Французской, и вообще приходился королям Франции очень близким родственникам. Его отец, Будуэн Четвертый, был пасынком короля Роберта Второго Благочестивого по браку с Сусанной Итальянской. Правда, сама Анна недолго занималась государственными делами. Вскоре она влюбилась в графа Рауля Четвертого Девексен, которому было к тому времени 40 лет. И в 1061 году он, прогнав свою жену по ложному обвинению в измене, похитил Анну на охоте. Обычное в то время дело. Где как ни на охоте-то. Замок штурмовать не надо. Похитил, конечно, с ее согласия и тут же увез к себе в замок. Вскоре состоялась их свадьба. А затем папа Александр Второй отказался признавать этот брак. Римский папа. Рауля отлучили от церкви, но ему было все равно. Любовь, какие тут запреты. Анна иногда появлялась при дворе в Париже, но все же в основном жила в замках своего нового мужа. Умерла она около 1078 года, через несколько лет после Рауля. Ни в каких государственных делах и интригах участия не принимала. Бодуин Пятый, как мы помним, реген государства, в целом проводил очень грамотную политику. В стране не было больших конфликтов, ни внутренних, ни внешних. Конечно, в 1066 году произошло знаковое событие. Нормандский герцог Вильгельм завоевал Англию, стал ее королем и сосредоточил в своих руках огромнейшую власть. Но дочь Будуэна была женой Вильгельма. И вообще, Нормандия была вполне лояльна к королю. Так что на то время это не вызвало сложности, которые начнутся позднее. А дальше в отношении Франции, Англии и Нормандии будет настоящая феерия. Когда Будуин Пятый умер в 1067 году, молодому королю было уже 15 лет, что на то время вполне достаточно для начала самостоятельного правления. В этом же году состоялось первое расширение королевского домена. В графстве Анжуйском началась война за наследство между двумя братьями Зафруа Бородатым и Фульком Рыжим. Фульк в итоге победил, и чтобы добиться от короля признания своих прав, подарил ему одно из своих владений – графство Гатине. В 1070 году, когда молодому королю было уже 18, началась борьба между наследниками Будуэна VI во Фландрии. Графство оспаривали Роберт Фриский, брат Будуэна, и сын того же Будуэна Арнульф. Король поддержал Арнульфа. Тот стал графом Фландрии, но Роберт не успокоился. Король Филипп I направил на помощь Арнульфу войско. Роберта взяли в плен, но он смог бежать. 22 февраля 1072 года состоялась еще одна битва, во время которой Арнульф был убит, а его мать Рихильда попала в плен. Но и сам Роберт в то же время умудрился попасть в плен графу Булони Евстахию II. В конечном итоге Роберта Фриского обменяли на Рихильду. Сам Роберт стал признанным графом Фландрии, помирился с королем Филиппом, а сам Филипп женился на Берте Голландской, которая была дочерью жены Роберта Фриского от первого брака. В общем, как обычно, побронились, помирились и породнились. Король не очень сильно любил жену, но интересы государства были сильнее. К тому же королевский домен получил аббатство Корби в качестве преданного. Следующей проблемой, возникшей перед Филиппом, были непростые отношения с Вильгельмом Завоевателем, теперь не только герцогом Нормандии, но и английским королем. Прежняя симпатия и взаимопомощь нормандских герцогов и францких королей исчезла. Уже очень силен стал Вильгельм. Силен, а, как следствие, амбициозен. Теперь, когда отношения с Грастом Фландеря наладились, а между прочим, в составе Грасту находились порты Булон и Кале на английском канале, король мог заняться этим вопросом. В 1076 году в Британии вспыхнула война. За год до этого в Англии против Вильгельма произошел мятеж, который был подавлен. Но один из его предводителей, Ральф Д. Гаэль, бежал в герцогство Британии, где владел весьма обширными землями. Там он вместе со сподвижниками захватил крупный город Доль, что, конечно, не понравилось герцогу Британии Хойлю II. Не имея достаточно сил, он обратился за помощью к Вильгельму, королю Англии и герцогу соседней Нормандии. Конечно, это сильно не понравилось королю Франции Филиппу, и он, имея в союзниках герцога Аквитанского, графа Неверского, графа Анжуйского и графа Далямарш, отправился во главе войска на помощь городу Долю, уже осажденному Вильгельмом. Под стенами этого города Вильгельм потерпел первое поражение в своей жизни и бежал к себе в Нормандию. На следующий год был подписан мир. Король Франции получил себе область Вексен. Что касается Британии, где все это происходило, то тамошних баронов оставили самих разбираться в своих дрязгах, и война там прекратилась еще только лишь через год после окончательной победы герцога Хойля II. Так закончился первый в истории конфликт Франции и Англии. В 1078 году в Англии произошло восстание старшего сына Вильгельма Роберта, оставшегося в истории с прозвищем Кургерс, что означает «короткие штаны». Нет, он не носил шортики, а имел очень небольшой рост. Небольшой рост, а, как это часто бывает, большие амбиции. Роберт, как старший сын, был наследником английской короны и короны Нормандии. В 1078 году ему было уже 24 года, но отец правил железной рукой и не допускал ни малейшего вмешательства в свои дела, даже со стороны сыновей, которых у него было трое – Роберт, Вильгельм и Генрих. Много сыновей для династии – это хорошо, но, как часто, династию это не спасало. Впрочем, сейчас не об этом. Итак, восстание Роберта Кургерса началось с банальной ссоры между ним и младшими братьями. Во время небольшого похода на юг Нормандии, предпринятого Вильгельмом для усмирения одного из своих баронов, его сыновья банально подрались. Вильгельм, как отец, разнял их, но обида осталась. С группой сторонников Роберт покинул своих родственников и помчался в столицу Нормандии – Руан, где попытался захватить главный замок. Сделать это не удалось. Роберт потерпел поражение и бежал во Фландрию к Роберту Фрискому. Об этом вскоре узнал король Филипп Первый и тут же предложил Роберту свою помощь. Он дал ему разрешение собирать своих сторонников во Франции и после этого Роберт начал вести набеги на свою же родину, Нормандию. Реакция Вильгельма, его отца, была естественно понятна. Он собирает войско и осаждает замок Жерберуа, который король Франции предоставил Роберту в качестве резиденции. Через несколько дней мятежники предпринимают стремительную вылазку, под стенами замка разыгрывается настоящее сражение и в очном поединке Роберт Курвес сбрасывает своего отца, Вильгельма Первого, завоевателя, короля Англии, с лошади и ранит в руку. Ранен также и средний сын короля Англии и брат Роберта, Вильгельм Руфус. Англо-норманское войско разбито. Вильгельм Первый вместе с Вильгельмом Руфусом бегут в Руан и начинаются переговоры, в которых участвуют и представители короля Франции Филиппа Первого. Их итогом стало всеобщее примирение, а Роберт Курвес вновь назван наследником герцерства Нормандия и английского королевства. Король Филипп получил в качестве подарка лучший подарок – деньги. В этом же 1078 году брат короля Гуго после женитьбы на Аделаиде де Вермондуа вместе со своими прочими титулами стал графом Вермондуа и Валуа. Отношения между ним и королем были хорошими, так что это означало, что капитинги еще больше усилились. В 1081 году у короля родился долгожданный наследник – Людовик. В 1087 году вновь обострилась ситуация в Нормандии. Гарнизон Манта, находившегося в области Виксен, подчиненный королю Франции, совершил несколько вылазок и разорил нормандское графство Эврёр. Вильгельм, конечно, этого не стерпел и потребовал себе у короля весь Виксен. Виксен был разделен пополам – королевская часть и часть у нормандского герцога. Королевский ответ, конечно же, был тоже однозначен, и Вильгельм, как всегда, решил взять свое силы. Он собрал войско и в итоге просто-напросто сжег Манту. Однако, объезжая пожарище, он упал с коня, получил ранение, от которого через некоторое время и умер в возрасте 60 лет. К этому моменту он вновь поссорился со старшим сыном и лишил его английской короны. Новым королем Англии стал Вильгельм II Руфус, то есть попросту рыжий. Роберт Кургез стал герцогом Нормандии, а он был старым другом короля Франции Филиппа. Двуединная монархия Англии и Нормандии нарушилась. Виксен вновь стал владением Филиппа, город Мант быстро восстановили. В 1090 году отношения между Филиппом и его женой, Бертой Голландской, никогда не бывшие безоблачными, окончательно испортились. Кончилось все тем, что король отослал супругу в замок Монтрей на самом-самом севере Франции и запретил ей покидать его. Фактически она попала под арест. Год после этого Филипп жил без жены, и в 1092 году в его жизни появилась некая Бертрана де Монфор. Она была моложе его на 18 лет и была замужем за графом Анжуйским Фульком IV. Едва увидев Бертрану, Филипп сразу страстно влюбился и уже ничего не мог с собой поделать, особенно когда получил ответные чувства. 15 мая 1092 года Филипп попросту похитил ее у мужа. Вскоре он формально, без согласия церкви, развелся с Бертой Голландской и женился на Бертраде. А на следующий год у них родился первенец Филипп. Тут надо сказать, что прежний брак Бертрады и Фулька IV не был официально признан церковью, потому что две первые жены графа Фулька были еще живы, и он разводился с ними под простыми, самыми вымышленными предлогами. Так что эти разводы церковь никак не могла принять. Несмотря на все эти обстоятельства, а также на то, что вскоре умерла первая жена короля, Берта Голландская, которая находилась в замке как кузница, церковь также резко восстала и против нового королевского брака. Кончилось это тем, что в 1094 году папский легат отлучил короля от церкви, а на следующий год отлучение подтвердил и сам папа Курбан II. Таким образом, все четверо детей Филиппа от Бертрады де Монфор официально считались незаконными. В 1096 году Филипп даже согласился разорвать брак с Бертрадой, но все же ничего не смог с собой поделать и продолжал жить с ней. Именно потому, что король был отлучен от церкви, он не смог принять участие в первом крестовом походе, куда вместо него от Франции отправился его родной брат Гуго, граф де Вермандуа. Официально король развелся только в 1104 году, чтобы снять это 10-летнее отлучение от церкви, но и разведясь, они все равно не расстались. Мало того, король приказал всем называть Бертраду королевой. В 1093 году Филипп I отдал своему сыну Людовику область Виксен, а в 1100 сделал его своим соправителем. Однако не короновав на этот раз молодого принца заранее. До этого, в 1097 году, Людовик, укрепив Виксен, отразил нападение на свои небольшие владения английского короля Вильгельма II Рыжего, Руфуса. Задатки у него были хорошие, но и дальнейшая дорога к трону была вовсе не безоблачной. Дело в том, что мачеха Людовика, Бертрадо де Монфор, во что бы то ни стало, хотела возвести на трон своего собственного сына, его единокровного брата, Филиппа. Сначала она интриговала, имея воздействие на своего супруга Филиппа I, и тот даже отправил сына Людовика в Англию к новому королю Генриху I, сменившему Вильгельма, попросив при этом, чтобы тот не отпускал принца назад во Францию. Генрих же, недаром что имел прозвище Баклерк, что значит образованный, понимая всю абсурдность подобной просьбы, решил действовать по-своему. И Людовик через некоторое время вернулся в Париж, к великому неудовольству Бертрадо. Женщина сначала подослала к нему убийц, а когда у них ничего не вышло, в 1101 году попросту отравила наследника. Сделала она это настолько грубо и неискусно, что все знали, что произошло и кто виноват. Конечно, тут бы и быть ее сыну Филиппу главным претендентом на корону, но Людовик, благодаря искусству врачей, выжил. Король же Филипп, вместо того, чтобы поквитаться с Бертрадой за отравление своего собственного сына, начал умолять Людовика простить ее. И что интересно, своего добился. Хотя, конечно, их дальнейшие отношения, Людовика и Бертрады, после этого уже никогда не будут хорошими. Именно с этого времени король Филипп I начал постепенно отстраняться от государственных дел. Он стал очень полным, неактивным. И в 1104 году он женил своего сына от Бертрады, 11-летнего Филиппа, на Елизавете де Мон-Пири. А Людовик подарил брату графство Мант. Так что Филипп стал Филиппом Манским. Что же до Филиппа I, то в 1108 году он умер в том же Милене, где его отец и дед. В отличие от большинства французских королей, Филипп I был похоронен в Аббасе Флёри, недалеко от Орлеана, а не в Сен-Дени в Париже. Поэтому его могила сохранилась, в то время как королевская усыпальница Сен-Дени, где покоились еще короли династии Мировингов во время революции 1789 года, была разграблена и осквернена восставшим народом. Королю Филиппу I было 56 лет, из которых он 48 находился на троне. Рубеж 60 лет ему не покорился, как и всем прочим французским королям. При Филиппе начала выстраиваться система управления страной, хотя в то же время герцоги и графы областей, составлявших Францию, пользовались огромной независимостью. Также в самом начале правления Филипп несколько наладил отношения с папским престолом, что сделало их союзниками на многие столетия вперед. Франция становилась настоящим оплотом католической веры. Париж при нем также начал все больше и больше приобретать столичные функции, забирая их у Миллиона и Орлеана. Новым королем стал сын Филиппа I – Людовик. Людовик VI. Бертрада де Манфор и ее сын Филипп Манский сдались далеко не сразу, и за престол разгорелась нешуточная борьба. Попав под влияние алчной женщины, Филипп I нанес династии Капитингов очень сильный удар. Людовик не был коронован своим отцом. Брак с его матерью Филипп расторг, объявив друг незаконным. У короля появился еще один сын. Мачеха ненавидела пасынка. Однако, Людовик все же смог выйти из этой ситуации, но далось ему это непросто. Его прозвали потом Толстым, хотя слово «большой» ему подходило бы больше во всех смыслах. О нем и будет следующий рассказ. Благодарю вас за внимание. Не забывайте про историю. И обязательно, обязательно посмотрите мои видео про других французских королей. Все. Спасибо. Удачи.